Тихановская из Литвы призвала белорусов расходиться по домам. Разумеется, она и её муж. Это белорусская версия Навального. Лукашенко с Путиным, наверное, там угорают со смехом. Ну, Михаил Фролов, я с вами не согласен. Я знаю, что существует точка зрения, что Тихановская предала людей, которые ей поверили, которые на неё надеялись. Она просто встала на место мужа, когда его арестовали. И она... у неё не было программы, она ничего не обещала. Она сказала, складывайте бюллетени сюда. Нам надо противостоять Лукашенке. Только это. И люди так и сделали. Но она не собиралась быть политиком, политическим деятелем, не заявляла об этом. Она свою работу выполнила. Когда её начали шантажировать, угрожать смертью мужа, детей. Говорят, показали ей запись её детей. Но она просто отошла в сторону. Она выполнила свою задачу. Она выполнила её полностью. Надо ей сказать спасибо, Светлана. Спасибо, так сказать, вы проявили ситуацию. Значит, не надо рисковать жизнью, жизнью своей, детьми, мужем. Говорят, ей показывали просто, как его расстреливают. Это то, что проникло в прессу. Она свою задачу выполнила. Она справилась с ней очень хорошо. Мы с вами знаем, что белорусы проголосовали за неё, чтобы не голосовать за Лукашенко. Какое это имеет отношение к Навальному? Я не знаю. Навальный – это другая история. Это нанятый Кремлём, так сказать, оппозиционер, человек, который имитирует оппозицию. А Кремль натягивает на него, так сказать, поддержку, рассказывая всем, ах, какой он опасный этот Навальный. А Навальный выводит маленькие группы людей под дубинки силовиков. Те избивают, показывая всем остальным, что будет с теми, кто сопротивляется. Так что я восхищаюсь Светланой Тихановской и желаю ей здоровья, ей и её детям. И давайте бороться. Сейчас я к белорусам обращаюсь. Давайте бороться теперь за её мужа. Он политик, блогер. Я не знаю, какой политик, блогер. Правда, не знаю. Я не читал ничего. Я задавал вопрос по поводу выборов в Беларуси. У меня была оппозиция очень проста, что Лукашенко не допустит никакого оппозиционера, но он и не допустил.